В мае 1942 года немцы прорвали Крымский фронт. Советские войска отходили к Керчи, где в районе поселка Аджимушкай развернулись особо ожесточенные бои. Эвакуацию Красной армии с Керченского полуострова на Таманский берег прикрывал сводный отряд полковника Ягунова. Попав во вражеское окружение, оставшиеся защитники Керчи укрылись в Аджимушкайских каменоломнях. Не одну сотню лет добывали в Аджимушкай ракушечник, из которого строился город. В результате образовались разветвленные подземные лабиринты большой протяженности. Они и стали убежищем для 13 тысяч советских бойцов. Каменоломни не готовились заблаговременно к обороне. Запасов оружия, снарядов, продовольствия, медикаментов здесь не было. Колодцы оказались снаружи, и воду приходилось добывать в бою. Джимушкайцы предпринимали дерзкие вылазки, смелые разведывательные операции, уничтожали врага. Керченская земля буквально горела под ногами оккупантов. Фашисты всеми силами стремились уничтожить подземный гарнизон, взорвали входы и выходы из подземелья, обрушивали кровлю подземных выработок, забрасывали в штольни дымовые шашки, накачивали компрессорами отравляющий газ. Большинство оборонявшихся погибли при первых газовых атаках, но когда гитлеровцы сунулись внутрь, их встретили огнем. Из последних сил радист передал в открытый эфир радиограмму, подписанную полковником Ягуновым. Всем народом Советского Союза, мы защитники обороны Керчи, задыхаемся от газа, умираем, но не сдаемся. 170 дней в темноте голодные и одолеваемые болезнями держали оборону защитники Керчи. В свой последний бой после пяти месяцев под землей они вышли как воины регулярной армии, в форме и со знаками различия. Бородатые, черные, в изорванной одежде, они шли, поддерживая раненых товарищей, щурясь от яркого, нестерпимого дневного света. Из 13 тысяч бойцов в живых остались только 49 человек.